Полеева, прошу прощения. Еще раз здравствуйте, меня зовут Ксения Полеева, я студентка третьего курса, института филологии, журналистики, башкультурной инфекции Южного Федерального Университета. Отделение? Журналистка. Тема моей прошлой работы была гибридная война, ее информационные составляющие, и я сейчас хочу рассказать, что же такое гибридная война и какое место в ней занимает. Информационная война, информационные составляющие. Итак, международная политическая ситуация сегодня остается нестабильной, вооруженные конфликты, информационно пропаганды, экономический кризис, подрывают отношения между Западом и Востоком. И каждое государство пытается выйти из сложившейся ситуации, с как можно меньшими потерями у себя, и даже если это возможно, то сходы выгоды. И в таких условиях особой роли играет гибридная война, которая, по словам полковника Клименко, автора статьи «Теория практики ведения гибридных войн» по открытым датам 2015, позволила странам комплексно воздействовать на разрешение кризисной ситуации в своих интересах, и при этом создавать видимость воспристрастности и скрывать свою непосредственную увеличенность вооруженных конфликтов. Изучение гибридной войны началось где-то во второй половине XX века, даже уже ближе к концу XX века в США. Но, например, доктор политических наук, профессор Игорь Банарин отмечает, что в конце XIX века в Британской империи уже разрабатывалась методология такого рода войны. Ну, вернемся, пожалуй, опять к работе Клименко. Он в своей работе отмечает, что нет еще устоявшегося определения, которое бы характеризовало единое для всех стран и военно-политических объединений, обозначающее согласованное применение политико-дипломатических, информационно-психологических, экономических, силовых инструментов для достижения стратегических целей. Сейчас можно встретить и такие определения, такие термины, как неявные военные действия, малая война, нелинейные, симметричные операции, непрадиционные, ну и гибридные. Но многие исследователи, которые обращаются к этой теме, все-таки называют такой вид войны гибридным. И, например, один из авторов гибридной войны, журналист Франк Хоффман, характеризует это явление следующим образом. Полный арсенал различных видов и действий, включая конвенциальные возможности, перегулярную тактику и формирование. Террористические акты, включая бесторядочное насилие и криминальные беспорядки. Гибридные войны могут вестись как между государствами, так и различными небосударственными актами. Гибридные войны